Ну что делать-то, я не знаю с ней. Что делать? Он не уходит, он лежит с утра до вечера, лежит в моей квартире, пиво выпил, рыбу забрал. Давай еще на пивко мне. На какое тебе пивко? Ну мало же, что ты там дала-то мне. Маловато мне. Ну я же не спонсор. Ну маленько надо спонсировать меня. Под пенсию. Нет. Кредит. Что за кредиты? Я не кредитую. Я не кредитор. Я же танкист бывший. Танковой дивизии служил два года. Диландские лагеря. Какие лагеря? Ты что, с ума сошел? Нет, так называется. Это дивизия у нас. Это почтовое отделение Порошина. Это недалеко от Камышлова, 30 километров Камышлов. Да многие служили в этой дивизии. Раньше отправляли в Германию, в Чехословакию. Ну в группу советских войск учили. Миша Коптеев был танкистом. Да, Миша даже. Там артиллерийский полк. В Германии, по-моему, служил. Три танковых полка. Там, ты что, связь там. Ну дивизия полностью. 10 тысяч человек. Так что там. Нет, ты знал, что у тебя профессиональный твой праздник. Ну вот я сейчас помню. Почему ты пенсию не оставил? Второе воскресенье. Так я взаймы у тебя хочу. В кредит. Под запись. Под запись в магазине. С процентами. А тут не дают. Что тебе? Это в деревне только дают. Тетрадь записывали. А что ты уехал в деревню? Там как хорошо было. Пойдешь, да там и в этом еще, где мы жили. На Комарова тоже был. Магазинчик такой. Чурковский магазинчик. А Ирка под запись давала. Ирка под запись все время давала. Я потом приду в магазин. Она мне. Долги. Долги отдавать. Муж ваш брал. А он придет с Левой. Лева маленький еще был. Ну годика 4 Леви уже. Три, наверное. Три годика было. Он придет. Левина берет мороженое. Там чупа-чупсов. Там лимонада. Себе пиво. А пиво раз пять, наверное, за день. Я с работы прихожу. Он уже готовый. Готовый. Представляете, с ребенком сидеть. Делал дома. Ужас. Ну как я же это. И все. И она мне. Давайте платите. Я говорю, я не собираюсь. Кому давала. Кому давала под запись. Пусть что-то выплачивает. И до скандала. Я потом пошла к директору. Я пошла к директору. Потом встретила его. Армянин парень. Хороший такой был парень. Мы с ним все время чирикали. Я говорю, ты скажи своим правду. И он сразу уволил их всех нахер. И все. И поставил других. Другая тоже там. Одна молодая тоже. Да там долго не держались. Да они долго не держались там. Но по крайней мере все. Михалыч перестал бегать в магазин. А то соберется их друзей около себя. Там Эдика. Там еще кого-нибудь. И все. И бухают. Целый день пиво пьют. Капец. Михалыч, вот жизнь у тебя. Моя жизнь. Это же вообще есть что вспомнить. Ну я же работал. Когда сварьб-то ложил. Ты что? Я же в шоколаде был. Денег куча. Ты что? Так что не всегда же я пил. Не всю жизнь. Так ты и сварьб ложил пил. Ну я так с устатку. Ну ни хера себе. С устатку. Накидаешься. И Лёва маленький. Я с коляской дома его жду. В холодильнике ничего нету. А он пойдет. Все. Работа закончилась. Он идет в пятерку. Возьмет два пакета продуктов. Пиво наберет. И с другом встанут под дерево. И стоят под деревом пьют. А ты уже знал это. Две бутылки. Три, четыре, пять, шесть бутылок. Уже готовые. И мы с Лёвочкой. Я иду с колясочкой. И Лёвочка. И они стоят. Я уже узнала это место. Я думал, как он должен сработать. Сереж, ты где? Я здесь. Ну хватит меня позорить. Даешь на пиво или все. Развод. Давай-ка вовлекать отсюда. По-итальянски. Развод по-итальянски. Это ты меня пугаешь разводом. Девочки. Ты же сегодня труханула. Мне пивка купила. Что я тебе сказал, выпишу. Вчера из квартиры. Ты испугалась. Похоже. Ну выписывай. А что мне? Боишься. А у меня в паспорте останется прописка. А то, что здесь я за квартиру платить не буду. Паспорт тебя поменяю. Я за квартиру-то платить не буду. И все. И сиди в своей квартире. Трясись. Девочки, как хорошо, что у меня ничего нет. Я прямо очень. Я самый счастливый человек на свете. У меня нет проблем, что за жилье платить, делать ремонт. Делать ремонт, что-то покупать. Вообще проблем нет. Это же красота. Я захочу. Сейчас съеду в другую квартиру. Сниму. Да тебя не найдешь тогда. А зачем меня? Не надо меня искать. Из неба, мы с землей. Меня не надо искать. Из французских. Из французских. Из французских. Из французских. Из французских. Там ставят брогульку. Брогульку к вас. Возьмет газеты. Или альфа. Слушайте, он, наверное, профессор был какой-нибудь. Он, потому что лекции читает. Съехала и все. Да. Читает лекции. Лежит прямо и читает. О политике там что-то. О политике рассуждает. Там стоит. Ну, как вы знаете, как привыкли они это в аудитории читать лекции. Вот он точно так же читает лекции. А я недавно видела, как к нему парень молодой подходил. Ну, что-то не сомнение. Да, и он очень долго разговаривал. Такое чувство, что он студент, может быть, учился у него. Очень долго разговаривали. И он ведь не принимает, девочки, никакую помощь. Все, если год назад еще он, знаете, ну, так бывало, мы уезжали куда-нибудь. Нет, я вещи хотела модеть. Он сказал, мне ничего не надо, у меня все есть. Нет, я продукты носила. Ну, продукты, питание, нет. Он берет, он говорит, спасибо. Он продукты берет, а одежду, у меня все есть, у меня ничего нет. Ну, там спалка у него уже вообще. Да ему там носят. Да, что я там. Женщину подкармливает. Так что, Михалыч, я не переживаю за тебя, ты не пропадешь. Я тоже не пропаду. Да, я тоже так думаю. Все, договорились. Ну, все. Давай на пивко и все, и миримся. И нахер пивко. День вперед, танкисты, твердый шаг, труба завел. Нас на учение, танкисты, армии, солдаты. И на него держись, держи равнение. Вот какие песни танкисты. А у нас же в Челябинске было автомобильное, танковое училище было, когда я, ну, когда поступила в институт я только. И, это там, училище штурманов было. И что, вы на заборы вешались ходили? Ничего, мы не вешались. Мы дружили и с танкистами. Автомобильное училище, в основном парни дружили с городскими девчонками. Вот, чувак уж, чувак уж со всеми. Чувак уж далеко там, танковое, там, в центре, читай, на вокзале было. У меня друзья везде были. У меня друзья везде были, и там, и там, и там. Многие устроили жизнь хорошо. Ой, господи, вот тебе, такие училища были. А сейчас ничего не надо никому. Ну, хорошо, вот так еще этот. Автомобильное, по-моему, не знаю, что там сейчас есть, нету. В центре города, считайте, такое училище стоит. Казармы там более-менее, хоть не дают им это развалиться. Танковое училище полностью стерли с лица земли, все. Там бомжи живут. Ну, там не бомжи, там уже откупили это все. А училище штурманов, чувак уж там сейчас авиационная база, которую перевели откуда-то. Летают над городом. Мы с Михайловичем приехали в этот раз. Они как начали летать, а мы-то, знаете, привыкли. Мы жили на Комарова, и у нас прямо над домом летали. Низко-низко, и стекла так дребезжали. А я училась в институте на Бажова, на СГИО. И мы сидели тогда, сейчас-то пластиковые окна еще не так, а тогда деревянные рамы, и они как начинают пикетировать. Прям вот идут на посадку в чувак уж. И у нас вот так все дребезжало, прямо и ручка прямо так под стол писали в студии. Ну, в студии лекции, в аудитории. И у нас ручка прямо так вот ходила. Ужас вообще. А потом начали что-то одно время, начали люди писать, петицию собирать, что что это, они прямо, ну, сильно гул прямо стоит. И другую траекторию немножко сделали, чтобы не над жилыми районами. Но как-то все равно получилось. Они хоть не так начали. Хватит, но я баснями кормить. А что, на 8 минут 38 секунд все. Все, наговорила. Вот тебе. Вроде лежим, болтаем, болтаем, да. Что? Она его, смотри. Что? Она дразнит его, Масюша? Специально. Ой, зато ночью спят около меня оба. Прямо мордом к морде она вывернется. Он к ней вывернется. Прямо, ну, они дружненько, так очень дружно. Все, она оклемалась, теперь ложится со мной. Спит. Первое время она обижалась, конечно, что я ее это забросила. А сейчас уже нормально. Девочки, сейчас покажу вам кое-что. Я вчера пробовала ногу поднять в раковину. Там в ТикТоке, девочки, в ТикТоке же очень много приколов всяких. И девчонки моего возраста, постарше, помоложе, пытаются ногу поднять в раковину. Под краном мыть ногу. И я вчера это попробовала, у меня легко, девочки, это получается, представляете? А некоторые там корячатся, ничего не получается. Ты что, как Волочкова, что ли? У меня это легко получилось. Тебе пора, я бы с ней уже там в тусовках участвовать? Не, мне, кстати, очень много предлагают всяких тусовочных моментов. Я это не люблю, мне это не надо, девочки. Вот всякие вот эти вот, знаете, посиделки, вот эти вот всякие рассуждалки, там лекции, тренинги. Вот у меня это все. Он может мне заходить, бабешки заработать, а? Расскажу про развод, там, про жизнь. Как это, Лоликин-то этот, она же выгнала эту Альфонсу-то. И он давай по каналам сейчас бегает. Так же я, давай. Давай. И по каналам пойду. Чун-чун, бабешки. И буду. Куда складывать-то больше? Как куда? Мышок? Калыч. Еще, девочки, пока-пока. Так, девочки, добрый вечер. Что? Пробуем. Сумею ли я ногу затонуть в раковину, девочки? В нормальном ли я еще возрасте? Сначала вот так, потом вот так, а теперь вот так. Девочки, это же нечто. Это же нечто. Вот вам и раковина, девочки. Вот на такой высоте она у меня. Масечка пришла. И Леночка ножку запросто, девочки. Шикардосик, девочки. А вы можете так? Слабо вам, девочки. Девочки, усозняем задание. Правую ножку мы забросили. Давайте попробуем левую, девочки. Раз, два, три. О-о-о-о. Все. Можно пяточки отпаривать. Отлично, девочки. 56 лет. А вам слабо? Запросто, да, девочки? Запросто.